итак давайте сейчас мы покопаемся на уровне земля что такое как выглядит проблема ожирения проблема лишнего веса с точки зрения уровня земля здесь много очень исследовано здесь на самом деле поле очень хорошо понято и понятно какие гормоны какие пептиды управляют процессом голода насыщение для нас с вами будет важно чтобы мы слишком не погружались в эту тему для нас важно понимать что в организме существуют сигналы которые заставляют нас хотеть есть да то есть вызывают чувство голода они очень хорошо известны но самое главное это грелин его называют гормоном голода грелин и орексин а это два основных стимулятора аппетита так вот у полных людей у людей склонных полноте этих веществ уделяется в организме гораздо больше то есть их чувствительность и желание поесть гораздо хуже поддается управлению чем допустим у худых ну или у тех людей которых нет избыточной массы это дополнительная сложность но для нас с вами это первый скажем так пункт на который мы можем воздействовать потому что есть природные помощники которые сбавляют уровень грелина и орексина и тем самым снижают агрессивный аппетит соответственно если человек снижает ну снижается тяга к пище то все эти процессы идут уже сразу же проще да проще не переедать вторая часть 2 группа веществ это те кто тормозят то есть те гормоны пептиды их целая группа ведущим являются адипонектин и лептин эти вещества и некоторые пептиды знаменитый там пептид yy можете посмотреть информации очень много это очень хорошо изучено они тормозят то есть они как раз таки дают в мозг сигнал о насыщении причем некоторые из этих веществ работают в момент когда после приема пищи уже идет расщепление в желудке и выделяется свободная энергия то есть они уже реагируют на поступающие килоджоули в организм именно поэтому вы наверное с детства слышали да о том что нужно вставать слегка не доев потому что сигнал в мозг придет чуть-чуть попозже то есть не спеши наедаться так что уже в желудок ничего не помещается ты почувствуешь насыщение чуть-чуть позже это как раз вот следствие действия этих веществ управление вообще аппетитом голодом насыщением центральное управление идет конечно же в головном мозге большая часть веществ о которых я сказала она производится в желудке в кишечнике то есть кишечник дает обратную связь гипоталамусу для того чтобы контролировать через центральную нервную систему процессы насыщения продолжение еды или остановки и чем лучше этот процесс работает то есть чем лучше он отлажен тем быстрее получает человек насыщение вот представьте в организме который полностью удовлетворен по микроэлементам по витаминам мозг достаточно спокоен да то есть он не испытывает дефицитов и очень важно здесь что он не испытывает дефицитов по аминокислотам сейчас чуть-чуть попозже об этом скажем особенно аминокислоте трептофан так вот когда отсутствуют дефициты чувство насыщения приходит намного раньше потому что организму не хватает по сути только вот этих килоджоулей которые мы получаем из калорийности пищи он насыщен по всем другим компонентам если присутствуют те или иные дефициты мозг дает сигнал о том что надо есть больше потому что ему нужно откуда-то взять этот компонент он прекрасно понимает что пища это ну единственный источник скажем тогда для получения этих веществ поэтому тормозятся сигналы обратной связи которые дают информацию о насыщении и соответственно человек больше есть то есть дольше не наступает вот этот процесс то есть те вещества которые вызывают чувство насыщения это вторая группа веществ на которые мы можем воздействовать с помощью природных источников там травах различных и так далее которые будут рекомендованы то есть идеально конечно было бы если бы с одной стороны одно и то же вещество до уменьшала количество гормонов голода и увеличивала количество гормонов насыщения тогда мы бы смогли воздействовать на оба звена и кстати такие растения тоже есть еще очень важный фактор в процессе насыщения безусловно без которого практически ни один человек с ожирением не присутствует это так называемую инсулинорезистентность инсулинорезистентность это не восприимчивость рецепторов клетки консулин по тем или иным причинам основная причина ну как ни удивительно это дефицит и причем дефицит хрома конкретно дефицит хрома для работы инсулина два главных микроэлемента это цинк и хром то есть запомните просто вот дефицит по любому из этих микроэлементов приводит к нарушению цикла инсулина в крови и в тканях если инсулин не может стыковаться с рецепторами клетки они не могут протаскивать глюкозу внутрь то есть удивительный факт да вот мы с вами говорили что метаболический синдром это совокупность многих факторов включая диабет второго типа так вот диабет второго типа как раз парадокс заключается в том что у людей может быть нормальный и даже повышенный уровень инсулина но из-за недостатка микроэлементов и из-за не сцепления инсулина с рецепторами глюкоза находящаяся в крови не может попасть в клетки и она находится в крови то есть фактически энергии много до глюкоза этой энергии это главный скажем так ну вот углеводы вообще да это главное энергетические но самые простые в обработке скажем так вещества которые наш организм наши мышцы наш мозг используют буквально как топлива как сырье для получения энергии так вот если та самая глюкоза не может попасть в клетки в организме возникают сигналы голода на клеточном уровне то есть клетки говорят мне не хватает еды получается парадокс поджелудочная нормально вырабатывает инсулин ферменты все нормально вырабатываются глюкозы полно полно пищи полно всего но при этом в клетке это не поступает и клетки дают обратную связь о голоде организм начинает увеличивать употребление пищи потому что для мозга если клетка голодный надо кушать сбавляет действия гормонов насыщения то есть блокируются есть специальные ферменты которые блокируют действия вот этих вот пептидов и гормонов насыщения то есть человек не чувствует насыщение он начинает переедать а банально все из-за того что просто глюкоза не поступает в клетки клетки не получают пищу так вот самым важным моментом вообще если мы работаем с лишней массой тела с ожирением является устранение то есть это первый самый главный этап устранения инсулино-резистентности то есть нужно убрать вот эту невосприимчивость глюкозе улучшить работу сцепку инсулина с рецепторами клеток и соответственно накормить клетки дать энергии это будет первый очень важный этап во всей вот этой нашей вот работе и делается это очень банально просто об этом знают все нутрициологи это препараты хрома потому что именно дефицит хрома вызывает несостыковку инсулина с рецепторами поэтому есть прекрасные формы хрома мы вам порекомендуем который вот этот момент будут исправлять и исключение конечно дефицита цинка если мы с вами посмотрим то на фоне всех неблагоприятных факторов о которых мы говорили до изменения стиля жизни снижение физических нагрузок увеличение употребления сахара повышение стресса и так далее это все мы знаем 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 но при всем при этом дефицит цинка среди населения носит колоссальный характер то есть допустим у жителей петербурга по независимым мониторинговым исследованиям было показано что у мужчин старше 35 лет стопроцентный дефицит цинка то есть у всех в большей степени в меньшей степени но присутствует дефицит этого микроэлемента он вообще считается мужским потому что у мужчин потребность практически в два раза выше суточная потребность в цинке потому что цинк участвует в работе ферментов синтеза половых гормонов тестостерона то есть он участвует в этом процессе поэтому больше задействовано мужчин чем у женщин но тем не менее для женщин он не менее значим поэтому устранение дефицитов по этим двум микроэлементам имеет принципиальное значение в последнее время большая часть нутрициологов врачей кто занимается проблемой ожирения стали рассматривать жировую ткань как часть эндокринной системы потому что те самые адипоциты жировые клеточки они если наполняются до максимума там внутри клетки такая большая вакуоль с жиром то есть это такой некий запасник да он желтенький поэтому в целом жировая ткань она такая светло желтая так вот эти самые адипоциты они фактически способны выделять различные сигнальные вещества и допустим в чем заключается порочный круг инсулинорезистентности чем более полный человек тем выше у него инсулинорезистентность потому что адипоциты выделяют вещества блокирующие функционирование инсулина то есть соответственно пока они эти вещества выделяют но сложнее повлиять на этот процесс то есть сложнее устранить эту инсулинорезистентность поэтому предлагается совмещать с одной стороны там употребление хрома цинка разных других веществ мы о них скажем обязательно с физическими нагрузками потому что физические нагрузки это стимул для утилизации энергии вот если отдельно заниматься физическими нагрузками я очень часто от полных людей слышала вообще говорит ну любой эффект вообще не работает это вообще не работает то есть человек стал ходить в спортзал может быть бегать по утрам ну то есть увеличил физическую нагрузку купил велосипед толку никакого то есть вес может даже набираться за счет того что растет масса мышц а масса жира как стояла так и стоит никуда она не перерабатывается в мышцы как бы не хотели об этом говорить разные фитнес тренеры для того чтобы этот процесс осуществлялся совершенно необходимо чтобы в организм поступали вещества провоцирующие адипоциты перепереводить жир в другую форму вещества которые способствуют устранению инсулинорезистентности и поступлению энергии в клетку то есть расход вот этой запасенной энергии в тепло из ряд специфических веществ которых большая часть людей вообще никогда даже не слышала это различные растения которые содержат кислоты органические ферменты позволяющие как бы пробудить встряхнуть адипоциты чтобы они стали отдавать этот жир наконец да но это все только на фоне физических нагрузок поэтому точно также бессмысленно пить эти капсулы если человек не увеличивает физические нагрузки то есть можно все вот эти рекомендации выполните не получить никаких эффектов потому что должно быть именно совпадение увеличение физических нагрузок и поступление вот этих вот самых веществ которые будут восстанавливать этот баланс ну и как мы говорили раньше термогенез это принципиальный тоже еще один принципиальный ключевой момент потому что нам важно понимать что жир это запас колоссального количества энергии прежде всего тепловой энергии и эволюционно так складывалось что способность запасать жир она фактически является один одним из факторов выживания особенно для существ которые живут на севере то есть это эволюционный правильный процесс когда пищи много организм снижает вот эти вот вещества которые блокируют аппетит то есть организм дольше не получает насыщение допустим так вот у медведей у оленей у различных там вот китов тюленей то есть в периоды когда много пищи они едят больше то есть они фактически переедают и запасают жир то есть срабатывает гормональная система срабатывает процесс регуляции потому что после этого будет следовать голод то есть эволюционно так сложилось что умение накапливать жир оно циклично идет в течение года то есть у большинства животных особенно живущих на севере у южан такого нет это приобретенный эволюционный механизм выживания замечено также что допустим для самца когда для самца оленя для самца медведя чем более крупная самка то есть чем больше у нее жира тем более она привлекательна потому что с точки зрения северян северных животных запасенный жир это признак высокой выживаемости да то есть такая самка сможет в зимнее время родить и выкормить детенышей какая-то сухощавая там да вот это она сама помрет еще не успев даже родить да потому что не хватит энергии то есть с точки зрения эволюции жир это хорошо весь вопрос в том присутствует ли в жизни человека или животного угроза голода смотрите угроза голода или страх дефицита страх того что мне не хватит страх того что будет плохо черный день там у меня на доллар скакнет экономический кризис переведите сейчас это на язык психологии человека то есть вот чем заполнен человек да то есть это дополнительно очень мощный фактор стимулирующий перевод процессов в организме на запасание именно жира то есть организм будет запасать жирный гликоген в печени гликоген в печени это другая история скажем да организм будет запасать жир то есть перестройка гормональной системы идет в ответ на ментальные установки и если человек находится в страхе за будущее если он не уверен в будущем если он боится проблем которые могут наступить да то есть фактически это то же самое как голод то есть любая проблема равно голод потому что это угроза выживания соответственно чем больше таких опасений чем больше таких страхов и тем чем лучше они подпитываются со всех сторон через сми тем соответственно у человека в большей степени перестраивается гормональная система на запасание жира здесь уже можно сказать ну переадресовать вас на уровень огонь потому что это одни из самых хорошо работающих установок сняв которые вес начинает постепенно угасать все вы наверняка слышали да испытал стресс вот после стресса набрала вот здесь там у меня там был развод потом я располнила не могу уже больше там а вот здесь меня уволили с работы и так далее то есть человек получил какой-то сигнал страха о том что теперь уже угроза голода то есть для любого человека деньги равно еда в любом случае мы огромное количество средств тратим именно на вкладываем именно в в холодильник в то чтобы его наполнить и парадокс заключается в том что так безопасно как сейчас живем мы человечество не жило никогда то есть сейчас у нас холодильники всегда полны мы можем пойти в магазин и купить все что угодно то есть согласитесь то есть говорить об угрозе голода ну по крайней мере для жителей цивилизованных стран не приходится а это именно те же люди которые в большей степени страдают ожирением люди цивилизованных стран об этом я говорила в самом начале люди живущие в максимально возможной безопасности отсюда возникает вопрос откуда берется угроза голода с психологического уровня то есть это страхи и опасения за то что может быть когда-нибудь произойдет а может быть и нет как говорил марк твен я всю жизнь боялся того чего так и не произошло это главный постулат ну об этом знают все психологи да то есть страхи человека это а вдруг уйдет другой а вдруг я постарею а вдруг что не случится с детьми а вдруг мы вот тут потеряем деньги а вдруг бизнес не пойдет а вдруг доллар под скотт и так далее и так далее и так далее то есть это вот на каком-то фоновом уровне присутствует постоянно заставляя организм опять же перестраиваться с этим можно работать на уровне огонь то есть конкретно с этими установками со страхами в том числе со страхами детства вот нужно полностью там навести порядок то есть убрать избыточной энергии которые постоянно заставляют мозг давать ну скажем так отдалять сигнал насыщения то есть он будет постоянно провоцировать переедать для того чтобы следовать эволюционному механизму который позволил живым существам выжить то есть этот эволюционный механизм очень сильный он закрепился в поколениях в тысячелетиях потому что он позволил животным в том числе человеку выжить соответственно те люди которых есть навык способность запасать жир считаются более живучими ну есть же выражение да пока пока толстый сохнет худой сдохнет что-то подобное но дело в том что нам нужно принять что мы то живем в безопасности у нас тут люди с автоматами не ходят и в принципе каждый из нас живет и окружен людьми порядочными любящими спокойно мы живем то есть здесь нужно успокоить свою память успокоить свой головной мозг убрать вот эти фоновые программы и это тоже один из шагов к тому чтобы восстановить нормальную систему голода насыщения еще одна очень интересная теория есть по поводу того почему люди переедают и это одна из лидирующих на сегодняшний день терапии в плане веса это так называемая серотониновая теория дело в том что наш мозг ну серотонин это вообще гормон который выделяется в 80 с лишним процентов в кишечнике но он является все-таки мозговым гормоном и влияет на чувство насыщение и чувство удовлетворенности то есть серотонин это не гормон счастья гормон счастья это все-таки наверное окситоцин эндорфин вот эндорфин да вот это радость счастья серотонин это немножко о другом то есть серотонин он дает человеку фоновое чувство безопасности спокойствие уверенности то есть это не совсем радость но это такая вот такое хорошее спокойное состояние серотонин синтезируется в головном мозге из аминокислоты трептофан когда в организме появляется дефицит это аминокислоты по той или иной причине это может быть необязательно потому что человек не ест мясо совершенно не обязательно это может быть потому что плохо работают ферменты жкт да по тем или иным причинам то есть не происходит расщепление полноценного белка до следовательно он не поступает либо процесс всасывания в кишечнике либо на уровне слизистой какие-то воспалительные процессы мало ли что то есть много есть причин по которым мы даже употребляю качественный белок можем испытывать его дефицит ну здесь можно только отправить вас на курс 10 шагов восстановления жкт для того чтобы ну вот эти вот вещи поправить так вот когда не хватает материала для синтеза серотонина начинается изменение характера и настроения человека то есть если банально просто не поступает в организм трептофан и синтезируется из него серотонин человек больше склонен к депрессивным состоянием унынию как бы больше к пессимизму то есть он в каком-то событии видит невозможность до какой-то проблеме а видит все время ну вот опять но я так и знал вот постоянно со мной какие-то там проблемы то есть здесь даже не столько как часть характера да сколько опять же дефициты ребята вот витамины группы b очень тесно связаны с психикой то есть человек у которого нет дефицитов витаминов группы b он вообще не очковый то есть а тот у которого дефицит у него там малейшее что-то он уже там страхи он уже в панике он уже там весь трясется переживает то есть это такая вот цепочка поэтому накормить на уровне земля человека очень важно так вот серотонин если он не выделяется мозг стимулирует повышенная повышенную тягу к сладкому то есть усиливается желание съесть сладкое потому что углеводы это усилители поступления трептофана в головной мозг все очень банально с помощью углеводов больше трептофана поступает в головной мозг соответственно раз есть такая взаимосвязь организм для повышения уровня трептофана для того чтобы он мог синтезировать серотонин будет заставлять вас есть сладкую пищу ну и соответственно в том числе и этим объясняется тяга к сладкому такая вот не поддающаяся контролю поэтому трептофанчик обязательно будем мы с вами ну мы более будем более передовые формы употреблять но трептофан тоже можно попить это так называемая серотониновая теория ожирения представьте теперь что при дефиците серотонина при недостатке поступления аминокислот человек садится на диету то есть он начинает реально голодать то есть он усиливает и так существующий дефицит а следовательно голода то есть любой дефицит для нашего головного мозга это голод он начинает усиливать это диетами тем что перестает там есть после какого-то времени да как он привык а если он еще это делает резко для организма это дополнительный стресс дополнительные шоковые реакции все мы голодаем то есть у тела включится все колокола все сигналы и увеличится соотношение еще увеличится количество гормонов стимулирующих аппетит то есть сразу же резко скачет вверх грелин то есть заставляя человека просто неимоверно хотите есть почему срывы бывают во время голодания да потому что и вот человек не может справиться с этим и с этим не надо бороться потому что вы свой собственный мозг не переборете поверьте он всегда выиграет то есть он всегда возьмет столько сколько ему нужно а если у него забрали даже что-то малое он возьмет с добавкой для того чтобы на будущее себя обезопасить чтобы его не обесточили отсюда набор веса больше чем был до диет вот именно отсюда если бы человек на фоне допустим изменений каких-то мягких изменений в питании да с более вредных на более полезные понимал эти механизмы и давал организму микронутриенты и аминокислоты нужны в нужное время в нужном количестве то все эти процессы шли бы намного мягче потому что мозг бы не испытывал этих дефицитов они бы не усугублялись наоборот вы на микронутриентном уровне восстанавливаете дефициты организм наконец клетки получают насыщение выбираете инсулинорезистентность наконец он получает энергию гликоза пошла и он сам начнет потихонечку потихонечку убирать вот это но уйдет необходимость вот этого держать вот эти запасы еще одна причина которая тесно связана с ожирением накоплением жировой массы это так называемая токсическая теория токсическая теория говорит о том и проведены исследования которые показывают очень четкую корреляцию между поступлением в организм органических веществ синтетического ряда то есть это бытовая химия это различные консерванты различные ароматизаторы то которые там и вкусовые ароматические искусственные добавки красители это как правило вещества которые хорошо растворяются в маслах в жирах то есть это липофильные вещества зачастую не все конечно но большая часть веществ липофильные это косметика это различные шампуни гели и так далее так далее это вот ну любая хозяйка знает да какое количество бытовой химии мы применяем ну не мы не я лично да а вообще вот приходишь в дом иногда к людям до открываешь шкаф и там просто от пола до потолка средства очень сомнительного происхождения то есть с синтетическими одушками это органические средства там разные растворители там для пола для мебели для кожи для стекла для того для сего вот просто достаточно понюхать как они пахнут да то есть и понять что вот вдыхая это до через руки ну вот в перчатках сейчас многие работы но тем не менее то есть это попадает на кожу это попадает на респираторный тракт не говоря уже о какой-то косметики которую женщины мажут там себе на тело там нефтехимия там одно другое третье то есть это так называемые химические факторы химические факторы агрессивные химические факторы окружающей среды выйдешь на улицу здесь у вас выхлопы автомобилей тоже все через респираторную систему поступает сядешь в такси обязательно там какая-то сидель висит елочка от которой не знаешь куда деться открываешь все окна потому что там какой-то запах или сейчас там жидкие вот эти вот растворитель это же все синтетика учтите что все что вы мажете на свое тело крема масла все что вы пшикаете в рот все чем вы красите ресницы все чем вы потом снимаете макияж все пудры тоналки помадой все это не безобидные вещи шампуни гели для душа всего этого у каждого в квартире колоссальное количество так вот сегодня замечено что минимизация и скажем так приведение в порядок качество этих компонентов чтобы ни один компонент из которой который вы используете не был агрессивен и не был опасен для здоровья в магазинах практически таких продуктов ну единицы то есть это вот единичные компании которые производят действительно безопасные биоразлагаемые продукты вот а большая часть косметики вот косметического рынка вот эти огромные супермаркеты гипермаркеты духов различных там ароматизаторов отдушек там для дома даже безобидные вот эти вот казалось бы да для дома вот эти палочки они очень вкусно пахнут поставил и дышишь да то есть это приятный аромат дома новые задумывались из чего то есть там какая природа вот этого ароматизатор даже если он вам нравится даже если его запах приятен для вас то что вы в машине повесили то что вы в туалете на пшик или после себя вы задумывались что это на самом деле а все это вещества органической природы которые очень хорошо растворяются в жирах исследования проводились очень интересные такси токсикологические исследования у женщин беременных и было показано что если женщина много контакте это даже мы говорим не о вредных производствах не то что там женщина на аккумуляторном заводе работает и в первом триместре там свинца где-то получила до или какие-то другие производства сейчас очень много а это лекарство это тоже синтетист синтетическая органика это многие вот эти вот ежедневно нас окружающие какие-то компоненты чем их больше тем выше интоксикация организма и было показано что поступление этих веществ организмов очень строго коррелирует с ожирением у будущих детей таких женщин то есть если в организм матери эти вещества поступают ну в каком-то количестве чем больше тем выше риск ожирения у ее будущего ребенка даже если генетически это не предусмотрено то есть даже если она сама худощавый у нее там муж худощавый может из-за токсинов которые накапливаются сработать такая защитная реакция почему она защитная потому что жировая ткань помимо всего прочего это еще и депо депо различных веществ которые организму нашему вредны жировая ткань их может накапливать соответственно она таким образом освобождает нашу печень нашу кровь от необходимости утилизации этих веществ да то есть это снижение нагрузки на выделительные системы и чем больше этих токсических веществ жирорастворимых тем больше должен быть объем жировой массы для того чтобы сама жировая масса не была токсична то есть организм как бы разбавляет объемом жировой массы вот это все то есть очень логично очень понятно и вот эта токсическая теория подводит нас к тому что вот некоторые врачи мои знакомые они вообще говорят жир это токсины то есть прям буквально знак равенства ставят говорят ну это не всегда так то есть бывает что человек и не из-за токсинов это да из-за гормональных причин о которых мы говорили из каких-то других но тем не менее зачастую это действительно так поэтому мы наблюдаем в процессе детоксикации например на курсе пропиток экстрактом виватон это вот на уровень вода я вас отсылаю да это одна из важнейших частей вообще приведение тела в порядок особенно у людей с ожирением обязательно пропитки тела смотрите на уровне вода это мощнейшая детоксикация мощнейшая детоксикация поэтому мы зачастую наблюдаем особенно у людей у которых ожирение связано именно вот с этими факторами окружающей среды очень хорошие результаты по стройнению то есть они достаточно быстро сбавляют вес даже не меняя привычек в питании как неудивительно то есть просто уходят токсины уходит необходимость их депонировать отсюда вот эта токсическая теория и инструменты помогающие нам и этот аспект тоже решать а мы идем дальше и так как говорится ближе к реальным шагам то есть мы поговорили с вами о том в чем состоит проблема и на физическом уровне и на психоэмоциональном уровне давайте теперь рассмотрим инструменты решения этой проблемы и здесь природа нам предоставляет колоссальное количество помощников и мы о них узнаем именно благодаря тому что у человечества возникла такая проблема то есть человечество ищет пути решения того тупика в которой она сама себя завело и природа здесь показывает нам насколько она богата но мы начнем с вами с самого простого то есть в самом начале я говорила что не приветствую какие-то диеты или ограничения то есть ты изначально уже путь тупиковый психика человека не терпит никаких ограничений тем не менее корректировки произвести однозначно нужно то есть если человек питается неправильно если он ест рафинированные сахара белую муку много продуктов там выпечки дрожжевой и так далее это надо потихонечку менять но мы пойдем не путем отмены или запрета а путем замещения то есть мы один продукт заместим другим и такая пищевое замещение которое должно происходить крайне плавно очень очень плавно то есть не нужно сразу все продукты замещать начните с чего-то одного прочувствуйте его вкус привыкните к нему можете параллельно и то и другое вот ну чередовать да не так что вы резко что-то отменяете но постепенно постепенно переходите на более здоровые формы питания вот мы предложим вам такую приблизительную таблицу она будет не исчерпывающие безусловно но она позволит постепенно понять какой продукт на какой можно заместить потому что не есть сладкое допустим да как это в кето диете допустим присутствует это колоссальный стресс для организма и кроме того мы с говорили про трептофан это имеет свои пагубные последствия именно поэтому набор веса после этого идет до большего размера чем был до этого для того чтобы всего этого избежать мы с вами пойдем по минимальному пути вообще считается что снижение веса на 200-500 грамм в неделю это самый оптимальный самая оптимальная скорость позволяющая не создавать для организма стресса голода то есть когда человек реально голодает или резко себя в чем-то ограничивает чтобы быстро похудеть вот эти вот программы там мы сейчас там за месяц там худеем на 8 килограмм там или еще что-то очень опасно потому что вы усиливаете все и так уже существующие стрессы голода которые и программы подсознательные программы голода которые в организме и так уже есть и соответственно вы только усугубите ситуацию поэтому для того чтобы тело наше как бы не заметила того что происходит какие-то изменения мы что-то у него забрав сразу же что-то даем то есть мы замещаем ну это у нас будет таблица замещения продуктов обращайтесь к ней там и по хлебушку и по сладкому и по каким-то продуктам наиболее распространенным следующее что очень интересно вода я скажу об этом именно здесь не на уровне вода там просто повторю словом биогенная вода но очень интересные результаты полученные при употреблении воды до еды у тех пациентов которые ну скажем так придерживались каких-то более хороших значит правил по диете то есть снижалось количество калорий в диете и до употребления еды предлагалось выпить до полулитра воды очень интересный такой эффект то есть вообще пить воду до еды очень полезно об этом знают все я приучаю к этому и детей своих это позволяет потом чуть-чуть чувствовать сигналы насыщения то есть если мы пьем водичку до еды у нас во первых не возникает жажда после еды а жажда после еды очень опасно ну потому что человек начинает пить воду после еды тем самым гасит пищеварение и формирует процессы гниения и брожения в желудочно-кишечном тракте поэтому воду после еды пить конечно же очень вредно а вот до еды водичка помогает сформировать более качественное и более чуткое пищеварение особенно если это теплая вода и особенно если это биогенная вода соответственно если человек в своем ежедневном правиле включает употребление воды до еды то это будет на 44 процента а это очень много это практически половина успеха на 44 процента улучшать мягкость вот мягкое падение жировой массы значит но здесь очень важно понимать что некоторые думают что до еды это вот за минуту до еды выпить пол-литра и сесть за пищу нет нам нужно выпить водичку где-то минут за 30-40 то есть теплая вода она достаточно быстро всасывается в желудке а биогенная вода еще лучше всасывается в желудке и в кишечнике поэтому где-то за 30-40 минут 300-500 миллилитров воды в зависимости от объема тела исходно то есть мужчина можно побольше воды женщины можно поменьше но в любом случае это один-два стакана теплой воды желательно с гидроплазмы или водородной воды перед завтраком перед обедом и перед ужином как очень наш это особенно хорошо работает у людей среднего возраста и пожилых людей кто планирует избавиться от лишнего веса второй пункт это кето диета когда мы едим сколько хотим белка жиров но абсолютно практически полностью исключаем углеводную пищу особенно быстрые сахара крахмалы крахмал содержащие овощи вы можете в интернете найти очень много рекомендаций описаний то есть это все очень подробно описано потому что это результативно и реально не является насилием над организмом длительно применять эту диет очень опасно для здоровья об этом мы тоже говорили потому что без углеводов возникают другие смещения гомеостаза и другие патологии поэтому лучше до них не доводить поэтому самым оптимальным является два курса по 21 дню то есть мы как обычно с вами 21 день придерживаемся кита программы затем у нас небольшой отдых вот и затем 21 день снова что позволяет кита диета нам здесь получить здесь даже наша цель не снижение веса а замещение изменения характера микрофлора кишечника и вообще организма потому что люди за то время пока они много употребляли сахара можно сказать раскормили патогенную микрофлору которая с удовольствием этот сахар употребляет то есть одно дело сигналы мозга другое дело раскормленная уже дрожжевая флора различные вот эти сахаромицеты различные стафилококки которые великолепно употребляют сахар вот они к нему привыкли то есть они привыкли к определенному уровню поступления этого субстрата ваша норма флора то есть ваши бифидобактерии лакто бактерии сахар не едят они едят олигосахара то есть у них немножко другой характер пищи поэтому если мы едим сахар то мы селективно взращиваем в своем теле не тех бактерий поэтому кета диета дает нам шанс поменять акцент в микрофлоре от микрофлоры зависит колоссальное количество метаболических процессов в том числе и выработка серотонина серотонин выделяется на 80 процентов бактериями кишечника и в связи с этим является нейромедиатором мы говорили с вами про серотонин и про серотониновую теорию ожирения да как одного из ведущих факторов вообще возникновения этого самого ожирения поэтому серотонин здесь для нас очень важен поэтому мы на кето диете кроме того еще восстановим дефицит рептофана а это аминокислота из которой собственно серотонин и синтезируется и я очень рекомендую вот этот период период двух курсов кето диеты провести на эфирных маслах потому что эфирные масла даже сами по себе даже без кето диеты способствуют замещению микрофлоры на более качественно более правильно я очень многие годы рекомендовала людям ввести в употребление пряности я и сейчас это делаю то есть пряности это вообще очень полезная история то есть очень хорошо иметь целый арсенал различных пряностей у себя дома особенно гвоздика корица добавлять это в чай добавлять в блюда какие-то кориандр тот же тмин зира кардамон очень много хороших пряностей которые в помимо того что они делают полезного то есть усиливают вкус пищи оттеняют помогают и лучше переваривать у них еще очень есть важное свойство они содержат эфирные масла который на дух не переносит вот это вот флора патогены то есть для нашей естественной флоры эфирные масла и пряности абсолютно безопасны в то время как для патогенов они невыносимы поэтому употребление пряностей или эфирных масел полученных из этих пряностей имеющих пищевое применение употребление этого ускорит и сделает более качественным вот этот процесс устранения дрожжевой и гнилостной флоры из желудочно-кишечного тракта поэтому когда вы закончите два курса вот этой кето диеты вы заметите что а мы еще будем с вами нутрицептики другие еще пить да уберем дефициты по аминокислотам по хрому по ванадию по оцинку и так далее и на выходе вы получите себя который уже не так стремится есть сладкую пищу то есть мы снизим колоссально снизим вот эту тягу к сладкому которая чаще всего вызвана именно дефицитом хрома и других микроэлементов нашем организме из-за того что глюкоза в клетке не поступает помните мы с вами договорили если недостаток хрома глюкоза в клетке не поступает и организм просит еще еще сахара так вот это мы исключим и за период следования вот за двухмесячный период следования таки это диете мы с вами без насилия над телом получим уже немножечко другой организм с немножечко другими потребностями и более чуткий способный лучше различать периоды голода периоды желания периоды насыщения то есть более тонкая настройка будет и более быстрый приход сигналов о насыщении еще маленькое дополнение которое сюда можно вставить это то что употребление белка в сутки должно быть приблизительно 2 грамма на килограмм веса это чистый белок неважно в каком виде форме яиц форме мяса форме какой-то другой то есть это должно быть должен быть полноценный белок если вы не едите мясо если вы вегетарианец или веган тогда соответственно добавки саплименты которые позволяют вам получать суммарно вот то количество белка которое нужно одним из наиболее перспективных видов пищи который решает очень много то есть корректирует большую часть тех проблем о которых мы говорили да в рамках метаболического синдрома это и инсулинорезистентность это и смещение липидного профиля да и склонность к атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеванием это и повышенный сахар в крови и предпосылки к диабету второго типа это и само по себе ожирение да как следствие инсулинорезистентности то есть многие многие пункты решает введение в рацион так называемых вязких вязкой клетчатки есть растения которые в своем составе и содержит ну рекордное количество нерастворимой клетчатки нерастворимый или растворимый есть разные виды желательно чтобы присутствовала и та и другая и нерастворимая и растворимая клетчатка ну допустим подорожник блошины да это вообще просто рекордсмен по содержанию клетчатки там по-моему до 80 процентов это абсолютный рекорд вот и при добавлении к растертым семенам этого подорожника небольшого количества воды он дает такой гель плотный гель очень разбухает очень впитывает воду и значительно увеличивается в объеме но не только подорожник существует ну вот в нашей полосе это овес он тоже дает вот эти слизи вот но я вот рекомендую продукт который аббревиатура которого pgx английская аббревиатура он содержит тройку или даже четверку самых хороших содержащих клетчатку растений которые при употреблении до еды то есть они воздействуют и на гормонально пептидную систему регуляции аппетита и насыщения и на гормональную гормональную регуляцию и на устранение инсулино резистентности и на восстановление липидного профиля вот в предыдущем моем видео где мы рассматривали проблему атеросклероза там как раз я говорила что вот эти вязкие составы мы даже таблицу приводили да какие именно они восстанавливают то есть снижают уровень холестерина триглицеридов то есть приводит в норму липидный профиль крови и это тоже немаловажный такой вот аспект то есть посмотрите сколько у них как какой спектр действия то есть в целом это можно рекомендовать всем людям да периодически там употреблять эту клетчатку потому что у нас ее колоссальный дефицит по статистике средний россиянин ест около пяти грамм клетчатки в сутки но это то что мы получаем там из хлеба из каш из фруктов овощей и так далее то есть суммарно где-то пять грамм в день в то время как для нормальной работы кишечника желудка и вообще всех систем организма для поддержания нормального профиля липидного крови требуется 35 грамм то есть нормой считается 35 грамм клетчатки никто из нас только не ест к сожалению а это могло бы решить очень много проблем так вот на сегодняшний день вот ксантановая камедь альгинат и глюкоманан это те виды клетчатки которые собрали в одном вот этом пиджи экс мы вам дадим рекомендации и по количеству применения но здесь важно понимать что помимо вот тех эффектов которые есть еще один важный момент это то что клетчатка и так суммируя положительные эффекты от применения вот этой смеси клетчатки пиджи экс можно сказать что ну какие вот у него преимущества снижение аппетита 1 стимулирует снижение веса 2 увеличивает количество компонентов снижающих аппетит снижает количество компонентов которые провоцируют переедание сглаживает повышение глюкозы после приема пищи то есть на фоне применения этой смеси пиджи экс можно либо во время еды либо до еды либо после еды можно не допустить повышение уровня глюкозы даже в том случае если гликемический индекс этих продуктов или напитков достаточно высокий то есть в среднем эта смесь может снижать глюкемический индекс продуктов от 15 до 70 процентов соответственно снижаются риски при тенденции к сахарному диабету следующий очень важный момент то что эта смесь увеличивает восприимчивость клеток инсулина то есть их инсулиночувствительность повышается и в целом эта смесь позволяет лучше контролировать глюкозу в крови то есть нет вот этих вот резких перепадов и нет резкого подъема глюкозы после приема пищи или во время приема пищи ну и что еще очень немаловажно это то что происходит постепенное снижение холестерина в крови и триглицеридов соответственно вот такой набор позитивных качеств но присутствуют некоторые некоторые может быть нежелательные реакции но они возникают только в самом начале когда вы только начинаете употреблять эту смесь это может быть изменение стула это может быть метеоризм потому что когда организм начинает получать большое количество клетчатки он генерирует как бы провоцирует процесс очищения кишечного от застойных каких-то вещей то есть вы знаете что клетчатка и употребление клетчатки это один из главных факторов нормализации ежедневного стула это особенно актуально для людей у которых запоры то есть вот повышение употребления клетчатки это всегда вот фактор такой единственное что в краткосрочном периоде но это не очень приятно то есть момент очищения когда он так резко идет людям неприятен но это можно перетерпеть переждать может быть временно снизить дозировку или употреблять через день для того чтобы сгладить вот этот вот эффект еще вот другие какие-то неприятные вещи это очень редко встречающиеся это допустим временные краткосрочные запоры наоборот да то есть организм и еще баланс баланс вот этой вот кишечной работы он будет перестраиваться в этот период просто наберитесь терпения не надо поднимать панику что вот я начала пить я тут с унитаза не встаю или наоборот я уже там второй день не хожу ну регулируйте дозу то есть разово можно либо увеличить дозу либо наоборот уменьшить соответственно если идет послабление стола то дозу уменьшаем если наоборот запор то дозу увеличиваем и как правило потом приходим какой-то средней дозировки на которой мы уже как говорится кишечник работает как часы поэтому этот короткий период просто переждите перетерпите чуть-чуть порегулируйте дозой и потом уже все будет нормально вы привыкнете и вот такие компоненты вот эта клетчатка это один из базовых элементов вообще восстановление нормального веса а мы переходим дальше давайте чуть чуть поговорим про микроэлементы которые имеют ключевое значение для устранения инсулинорезистентности и для восстановления вообще энергетического обмена как глюкозного так и жирового обмена здесь на первый план выходят 4 микроэлемента хотя вот я возвращаюсь к курсу по нутрициологии я там говорила что есть макро микроэлементы витамины разных групп которые являются базой ежедневной базой здорового питания вот очень желательно все кто еще не посмотрел курс по нутрициологии посмотрите его и вы поймете какой базовый набор макро микроэлементов рекомендуется употреблять для того чтобы дефициты вообще не возникали все элементы подобраны в оптимальных соотношениях поэтому даже если по результатам каких-то анализов крови или волос или еще чего то у вас есть избытки дефициты вы можете вообще не обращать на это внимание потому что организм он не глупый он обязательно отрегулирует и регуляция дефицитов и избытков идет именно через добавление тех элементов которые являются антагонистами поэтому когда вы получаете микроэлементы в правильных соотношениях организм сам восполнит дефициты сам загасит избытки поэтому здесь можете не переживать исключение составляет только железо но в курсе по нутрициологии я об этом говорила нас же здесь и вот в плане ожирения тоже витамина минеральная база это вообще основа потому что нужно накормить тело витаминами минералами для того чтобы она успокоилась насытилась клетки до метаболические процессы в них пошли правильно но плюсом к этой витаминно-минеральной базе здесь мы можем добавить еще четыре компонента и по крайней мере в течение месяцев трех попить их в дополнение к этой базе а потом остаться просто на базовых компонентах которые есть в курсе по нутрициологии но это витаминно-минеральные комплексы вернее минеральные комплексы отдельно витаминные комплексы отдельно первый элемент это хром и мы говорили с вами что основными признаками дефицита хрома в организме помимо прочего там помимо расслоения ногтей там каких-то таких незначительных вещей является повышенная тяга к сладкому то есть если у человека высокая тяга к сладкому и он не может без сладкой пищи сразу же ищи дефицит хрома другой момент что у меня вот по результатам анализа я вот делаю для себя просто для интереса у меня дефицит хрома был но тяги к сладкому при этом не было и когда я разговаривала с нутрициологом она говорила что здесь приоритет мы ставим именно реакции тела то есть если тело не просит значит дефицита хрома нет и значит она говорит я в своей терапии буду опираться не на анализы которые по разным причинам могут варьировать в ту или иную сторону тем более анализы крови хотя у специалистов нет окончательного мнения что является более основательным показания по волосам или показания по крови здесь общего мнения нет одни считают так другие по другому но для нас с вами важна именно реакция тела то есть мы знаем что главным признаком дефицита хрома является тяга к сладкому у большинства у подавляющего большинства тучных людей это тяга к сладкому очень проявлено то есть людям буквально вот нужно обязательно что-то сладкое съесть вот поэтому давайте возьмем в распоряжение пиколинат хрома ну можно пиколинат брать можно брать никотинат пиколинат просто более распространенная форма очень недорогая то есть это одна из один из первых правильных шагов которые нужно сделать для восстановления работы восстановление работы рецепторов клеток которые протаскивают глюкозу внутрь клетки то есть когда глюкоза начнет проникать в клетки эта тяга к сладкому снизится потому что клетки начнут получать необходимый субстрат необходимой энергию до производить энергию ну и соответственно вот эта тяга к сладкому она будет резко падать рекомендуемая доза хрома не более 200 микрограмм в сутки мы вам предложим варианты в которых как раз 200 микрограмм либо 100 микрограмм чтобы удобно было дозировать то есть либо одна капсула в день либо две по одной два раза вот это вот что касается хрома кроме этого хром очень позитивно влияет и снижает общий холестерин липопротеины низкой плотности три глицериды то есть ну влияет на липидный профиль позитивно организма что интересно что употребление препаратов хрома в большей степени сказывается именно на снижении веса сказывается именно у мужчин у женщин гораздо в более гораздо более меньшей степени к сожалению даже на фоне физических нагрузок но для женщин у нас будут и другие фишечки которые будут работать именно у женщин тем не менее употребление хрома дополнительно позволяет восстановить вот этот вот момент усвоение глюкозы и устранение инсулино-резистентности и восстановление в том числе восстановление липидного профиля а мы идем дальше следующий компонент это магний макроэлемент магний очень тесно связан с энергетикой организма и производством атф атф это энергетическая такая единица такая конвертируемая валюта в нашем организме в которой организм запасает энергию так вот лучше для организма если запасается энергии именно в виде атф они в виде жира потому что жир он лежит как балласт атф же это уже готова энергетическая молекула которая может пойти либо в мозг либо в мышцы либо в какие-то ткани которые сейчас активно работают и требуют энергетической подпитки так вот магний очень тесно связан с производством вот этой атф поэтому нам выгодно чтобы энергия конвертировалась вот превращалась в эту атф то есть субстрат окислялся и превращался в энергию поэтому дефицит магния в том числе является одним из факторов снижения общей энергетики и общего метаболизма в организме поэтому его рекомендуется дополнительно применять можно кстати и в виде магниевых ванн потому что частично ионы магния проникают через кожу то есть это тоже как один из вариантов он впитывается напрямую и мышцами за счет чего возникает такое расслабление мышечное да особенно у людей которые так перри перегружены периодри на ленины это тоже очень полезно вот ну и в целом магний его суточная норма должна составлять половину от употребляемого кальция если вы пьете препарат total means который я рекомендую то там как раз эти соотношения прекрасно выдержаны то есть там есть суточная норма магния который составляет 400 тире 600 миллиграмм в сутки следующий микроэлемент это цинк цинк скажем так это кофактор обслуживающий процессы синтеза инсулина и его активизации то есть цинк очень тесно связан с функционированием поджелудочной железы как таковой и инсулина в частности поэтому если мы хотим убирать инсулинорезистентность если мы хотим нормализовать уровень глюкозы инсулина в крови то цинк нам в помощь а учитывая глубокие дефициты которые существуют у населения нашей страны цинк входит в состав total means то есть в состав нутрициологической базы но тем не менее в течение пары месяцев мы рекомендуем попить цинк пиколинат дополнительно то есть как бы в двойной дозировке не бойтесь передозировать многие люди начинают говорить вот это так опасно я порой когда наблюдаю в каких дозах нутрициологи сами употребляют какие-то продукты они могут дать очень большой дозировки чего-то там единократно для решения какого-то вопроса и мы видим как это здорово и безопасно работает вот мы сейчас говорим о краткосрочном применении больших дозировках и потом переход на рекомендуемые суточной дозировки то есть здесь не переживайте в правильной форме апиколинат цинка это очень хорошая правильная хилатная форма цинка организм не ни в коем случае не сын не вызовет токсических эффектов передозировок то есть этого бояться не нужно он совершенно спокойно будет если организм его не успел употребить он будет выводиться просто с мочой поэтому здесь не переживайте и следующий микроэлемент это ванадий о нем редко говорят очень редко потому что он содержится у нас в крайне крайне незначительном количестве в организме но ванадий как и магний участвуют в митохондриальном процессе фосфорилирования то есть образование той самой атф ванадий мы добавляем тоже сцене с целью повышения ванадий обладает инсулиноподобным действием и являются частью устранения инсулинорезистентности то есть он тоже он блокирует функцию кое-какого фермента и по своему действию в том числе напоминает еще и действие статинов то есть так опосредованно можно сказать что ванадий влияет и на этот процесс доза его суточная маленькая 35 микрограмм здесь нужно очень четко понимать да не миллиграмм микрограмм то есть это микро микроэлемент вот но тем не менее он нам тоже нужен и в течение месяца имеет смысл ванадий попить и раз в три в четыре месяца повторять то есть покупать его и повторять есть даже препараты уже совместные ванадий и хрома в хороших формах хороших дозировках необходимых вот можно ими воспользоваться ну а мы идем дальше следующий полезный компонент это среднецепочечные триглицериды их получают из кокосового масла то есть это фактически пищевые триглицериды которые в основном содержатся в кокосовом масле и рекомендуется по одной-две чайной ложечки употребление ежедневно каков смысл вот этих среднецепочечных триглицеридов помните мы с вами когда обсуждали саму проблему избыточного веса говорили о том что у у тучных людей у людей с ожирением употребляемая пища лишь на 10 процентов расходуется на обогрев то есть рассеивается в виде тепла то есть ну фактически вот субстрат который мы употребляем с пищей да он должен по идее за счет кислорода сгорать и приблизительно 40 50 процентов этой энергии рассеивается в виде тепла так вот у людей склонных к накоплению веса этот процесс снижен то есть организм настроен скорее на запасание энергии нежели на ее утилизацию и и расход так вот среднецепочечные триглицериды как раз таки даже в течение короткого периода в течение там шести дней употребления вот в той дозе которую я говорила там 1 2 чайная ложка увеличивает термогенез до 50 процентов то есть помогает настраивает клетки на переработку энергии а не на запасание в этом конечно большое преимущество есть продукты которые одновременно уже содержат и среднецепочечные триглицериды и вот этот pgx комплекс то есть их можно совмещать тем не менее я рекомендую даже если триглицериды среднецепочечные входят в тот комплекс который мы порекомендуем вам да все таки дополнительно еще их употреблять ну можно добавлять и в масс в салатики готовить да можно просто пить кокосовое масло достаточно легко и приятно пьется вот при этом среднецепочечные триглицериды в отличие от длинно цепочечной до собственно жира которые мы употребляем абсолютно никак не влияет на липидный профиль крови то есть не повышаются холестерин не повышаются триглицериды плазмы крови то здесь абсолютно никакого негативного влияния не будет несмотря на то что это насыщенный жир это вот такое отличие среднецепочечных 3 глицеридов, а длина цепочечных. Поэтому еще один маленький шаг, одна драгоценность в копилочку. А мы идем дальше. Ну а теперь достаточно длинный список тех растений, которые содержат в своем составе либо органические кислоты, либо какие-то компоненты, которые очень и очень специфически влияют на функционирование жировых клеток, адипоцитов, либо на общий энергетический обмен в теле. То есть на функционирование митохондрий, мембран и так далее. Ну и начнем мы этот список. Вы можете про каждое растение очень и очень подробно почитать в интернете, потому что мы просто собрали для вашего удобства прям все в одном месте. То есть вы в нашем курсе найдете все в одном. Итак, ну я собрала все, что известно на сегодняшний день. Гарсиния следована в плане работы с ожирением, с инсулинорезистентностью, с атеросклерозом. То есть это все работает только во благо. То есть здесь никаких побочных эффектов нет. И большая часть рекомендуемых растений это просто нормальная еда для тех стран и народов, где это все произрастает. То есть это пищевые компоненты, просто пищевые компоненты. И начнем мы с гарсинии камбоджийской. Гарсиния оказывает лептиноподобное действие и ускоряет процесс наступления сытости. То есть употребление гарсинии позволяет людям просто банально не переедать. Вот. Это восточная пряность, очень популярная на Востоке, то есть повсеместно употребляемая, достаточно в больших дозах. Но мы рекомендуем дозы где-то около полутора тысяч миллиграмм. То есть полтора граммов вполне будет достаточно. Кроме того, гарсиния, так же как и следующие три растения, которые я порекомендую, у них у всех есть один общий эффект. Это препятствование превращения приадипоцита в адипоцит. То есть приадипоцит это клеточка, которая, ну это жировая клеточка, скажем так, ее деточка. Пока она как деточка, это не собственно жир. Самоадипоцит это заполненная жиром клетка. Вот. Так вот, вот эти растения, они не дают жиру накапливаться в этих адипоцитах. То есть не перерождаются они в собственно вот такую вот наполненную жировую ткань. Вот. Какие еще растения оказывают такой эффект? Конечно же каротиноид, полученный из бурых водорослей, из японских бурых водорослей. Ну вот из них в основном получают, потому что они технологию наработали. Но на самом деле беломорские бурые водоросли, которых у нас вот на нашем севере просто, ну, коси-косой, что называется. Там тоже присутствует этот каротиноид. Он называется фукоксантин. Вы можете посмотреть. Он достаточно популярен у зожников, у тех, кто занимается спортом. И кто активно пытается постройнить. Вот этот фукоксантин, каротиноид, у него очень интересное специфическое действие, распространяющееся на функционирование митохондрии. В нашем организме перерабатывается какой-то субстрат, допустим, глюкоза или жирные кислоты. Они окисляются кислородом воздуха поэтапно с запасанием энергии. То есть организм расщепляет еду, расщепляет компоненты пищи, превращает это в свои запасники. Так вот, фукоксантин, он разотождествляет процессы окисления и фосфорилирования, останавливая их на окислении. Что это значит для нормального языка? То, что большая часть энергии, которая приходит с пищей, будет рассеиваться в форме тепла, а не запасаться в форме энергии. И это очень важный момент, мы говорили, потому что тучные люди склонны к накоплению. А здесь активизация будет процесса, которая будет заставлять ту еду, которую мы едим, превращаться просто в тепло. А тепло, оно рассеивается просто в окружающее пространство. Это вот действие фукоксантина. И очень много хороших отзывов есть и хороших откликов именно на фукоксантин. Его реклама даже всегда идет, знаете, там такая водоросль, которая затягивает талию до 60. То есть как бы водорослью приходим к идеальной фигуре. Так что вот такой замечательный момент. Еще можно рекомендовать это людям, у которых мерзнут руки, мерзнут ноги, у которых вот это вот в любое время года какое-то вот все время озноб, прохладно мерзнут. Опять же, здесь фукоксантин поможет. То есть те люди, которые и так стройные, они еще сильнее худеть не будут. Это отличие природных средств. То есть фукоксантин никак не будет людей с дефицитом массы тела еще сильнее усугублять ситуацию. Но вот этот эффект пойдет на обогрев. Просто банальный обогрев. То есть более эффективно будет расходоваться энергия пищи. Ну и еще два растения. Они содержат карасолиевую кислоту. Иногда говорят карасолиевая кислота. У них очень сложные латинские названия. Они очень смешные. Начну с менее смешного. Реоботрия японика. Японская реоботрия. Или по-нашему мушмула. То есть это растение у нас в Краснодарском крае, я знаю, растет. То есть оно достаточно популярное. Его задорого продают на рынках во время сезона. Оно вкусное. Это такие небольшие желтые продолговатые плоды. Достаточно сладкие. Продают за хорошую цену. Говорят, это вот для здоровья сердца. Это для здоровья сосудов. Ну, мушмула действительно. У нее целый веер полезных свойств. Потрясающие растения. И мы его рекомендуем вам употреблять, если найдете в виде БАДов. Ну, редко кто его в виде БАДов выпускает. Ну, хотя бы вот какие-то варианты сушеные, вяленые. Но не варенье. То есть не засахаренные формы. Потому что там уже действующие вещества инактивируются. Вот. И самое смешное растение. Ленгерстремия специоза. Вот. Это такое ленгерстремия. У нее тоже есть более короткое название. Правда, забыла какое. Это тоже отличный источник карасолиевой кислоты. Действие карасолиевой кислоты или каразоловой кислоты, по-разному говорят, распространяется именно на обмен глюкозы. То есть карасолиевая кислота улучшает транспорт глюкозы внутри клетку и ее утилизацию. Соответственно, насыщает. То есть способствует насыщению клеток. Более быстрому чувству насыщения в целом, когда мы принимаем пищу. И улучшение энергетического обмена глюкозы, за счет чего снижается глюкоза в крови, потому что она начинает поступать в клетки на переработку. Ну, соответственно, великолепное средство для диабетиков в том числе. Вот. Ну и нам здесь для устранения инсулинорезистентности и глюкозодолерантности тоже средство очень поможет. Следующий компонент-помощник это ацетил-Л-карнитин. Ну, про карнитин не слышал, наверное, только ленивый или тот, кто вообще ни разу не занимался спортом. Потому что карнитин это одна из самых популярных добавок в смеси для спортсменов и так далее. То есть туда везде добавляется именно карнитин. Но нам с вами нужен ацетил-Л-карнитин. Это активная форма карнитина, которая позволяет жирным кислотам, а это очень значимо для людей, у которых повышены триглицериды в крови, у которых склонность к атеросклерозу, нарушен липидный профиль. Вот этим триглицеридом, жирным кислотам проникать в клетку. То есть фактически ацетил-Л-карнитин является транспортом, который затаскивает эти жирные кислоты внутрь клетки на утилизацию. Это особенно актуально для сердечников и людей, склонных к различным заболеваниям сердца. То есть ацетил-Л-карнитин буквально является поддержкой сердечной мышцы, потому что сердечная мышца, в отличие от многих других тканей нашего тела, буквально питается жирными кислотами и не питается глюкозой. Поэтому здесь это принципиальное значение для здоровья сердца. Ацетил-Л-карнитин великолепно идет в паре с коферментом Ку-10, восстановленной формы. Они вообще синергетики и работают вместе. Соответственно, в паре помогают снижать липопротеины низкой плотности, повышать липопротеины высокой плотности, снижать триглицериды в крови. То есть восстанавливать липидный профиль. И вообще вот этот жировой обмен проводить более качественно и большее количество жира, жирных кислот переводить в энергию. Опять же, предыдущие травы переводили глюкозу в энергию, а вот ацетил-Л-карнитин помогает переводить жиры в энергию. Точно так же восстанавливает липидный профиль и снижает всасывание глюкозы в кишечнике. Такое растение, как джимнема сильвестра. Особенно хорошо она работает на фоне употребления хрома и ванадия. То есть они работают как синергетики. Ну и джимнема сильвестра, она улучшает процесс термогенеза, утилизации тех же самых жирных кислот. Восстанавливает, способствует восстановлению липидного профиля. То есть опять же растение, улучшающее жировой обмен. Причем все перечисленные выше растения, помимо всего, о чем я говорю, еще имеют ряд позитивных моментов. В том числе антиоксидантное действие и снижение системного воспаления интимных сосудов. И там много-много всего, просто я не могу все это перечислять. Но мы сейчас сосредоточены именно на снижении веса, на причинах и устранении этих причин. И здесь в копилочку нам джимнема сильвестра. Также джимнема очень хорошо работает в паре с галлокотехинами, эпигаллокотехинами из зеленого чая. Эти продукты можно брать по отдельности. То есть есть продукты эпигаллокотехинов из зеленого чая отдельно, джимнема отдельно. Можно их принимать одновременно. Они улучшают энергетический обмен на уровне тканей, клеток, позволяя лучше перерабатывать энергию. Иногда используют кофеин как ускоритель метаболизма. Но у кофеина есть ряд побочных эффектов, которые, допустим, отрицательно сказываются на сердечниках. Потому что у кофеина есть адренергическое действие. То есть он через усиление выброса адреналина может негативно влиять как на артерии, так и на коронарные артерии и на сердечную мышцу. Поэтому у него есть ряд ограничений. Если нет, то кофеин достаточно активно используется для похудения. Но еще раз говорю, кофе не безобидный продукт. То есть я всегда и везде говорю, что это точно не продукт ежедневного употребления. И лучше вместо кофеина использовать все-таки фуко-ксантин из бурых водорослей. Он вообще не имеет никаких побочных эффектов, а по действию где-то даже превосходит эффекты кофеина. Поэтому лучше сделать ставку на каротиноиды, на фуко-ксантин. Важная еще добавочка у нас, важное растение. Это кора корейской сосны. Иногда используют французскую морскую сосну, кору. Из нее получают ряд биологически активных веществ, которые как раз-таки способствуют, стимулируют. Они повышают активность гормонов, подавляющих аппетит. Ну чтобы вы вот те гормоны, которые, помните, мы с вами говорили, да, это холицестокинин, грелин. Вот они способствуют перееданию. Не доводят до мозга сигнал, что тело насыщено. Так вот, кора сосны способствует усилению действия тех гормонов, которые подавляют аппетит. Шикарная вещь, да, то есть мы вот через кору сосны влияем вот на это звено. И еще одно растение со смешным названием. Худия гордонии. Ну это прям в тему худия для тех, кто желает похудеть. Тоже можете в интернете почитать. Она нормализует соотношение грелин-лептин. Это такая парочка, да, инь-янь, лептин, мы говорили, усиливает чувство сытости, грелин усиливает чувство голода. Так вот, у полных людей, как вот вначале я рассказывала, грелин повышен. И если они хоть чуть-чуть голодны, грелин начинает скакать еще вверх. То есть у людей очень высокая чувствительность, очень обостренное чувство голода за счет выработки повышенного количества грелина. Так вот, худия гордонии будет балансировать, снижать грелин, повышать лептин. Соответственно, восстанавливать баланс голода-насыщения гораздо быстрее, чем это есть. Еще одно растение, достаточно хорошо известное на стране, это пажитник. По латыни тригинелла фенум грекум, или фену грек, раньше называли. Есть даже препараты с этим старым названием, фену грек. Вот, очень полезная такая пряность восточная, которая в основном известна диабетикам. Потому что тоже там много эффектов на устранение цулинорезистентности, снижение глюкозы в крови. То есть там много таких вот хороших позитивных эффектов. И в целом полезное очень растение. То есть его периодически можно употреблять людям, у которых абсолютно на этом уровне нет никаких проблем. Вообще все растения, о которых я рассказываю, можно употреблять вот так вот месяц взяли, баночку купили, попили. И меняем каждый месяц. Это вот здоровье для здоровых называется. Потому что когда у нас уже запущенная ситуация, там все, как обычно, в больших дозировках, длительное время и так далее. Поэтому эти вещества, если они периодически поступают в наш организм, они будут мелкие ремонтные работы делать. Не такой глобальный такой ремонт, фундаментальный, а мелкие ремонтные работы. И мы можем с вами просто не замечать ни наступления возраста, ни какие-то возрастные изменения, которые уже чуть ли не нормой считаются. Вы знаете, что сейчас сахарный диабет второго типа уже говорят, ну, возраст же у вас, что вы хотите. То есть это чуть ли не какая-то совершенно естественная вещь такая. Ну, с возрастом, да, конечно, сахарный диабет это раскрылется, что вы хотите. Можно без этого, имейте в виду, что можно без этого дожить до старости и находиться в крепком состоянии. Ну и еще одно растение, это гликозиды, полученные из мамордики. Такая есть горько-китайская дыня, мамордика или мимордика ее иногда называют. Но вот ее гликозиды тоже участвуют в жировом обмене. И даже слово горькое, да, сразу говорит о том, что это для печени очень хорошо. Для печени и поджелудочной. У нас печень и поджелудочная очень любят горечи. То есть горечи мы всегда лечили заболевания этих органов. Вот. Здесь тоже идет активация, утилизация глюкозы, но по другим механизмам уже, если сравнивать, допустим, с феногреком. Следующая сладкая парочка уже не растений, а лекарственных грибов, которые улучшают в целом печеночный метаболизм и гормональную регуляцию, что очень важно при постройнении. Здесь я бы даже сказала, что можно использовать не двойку, а тройку грибов. Существует очень хорошая синергическая комбинация трех грибочков, которая пьется в течение трех-шести месяцев. Ну, в зависимости от индивидуальной чувствительности, в зависимости от исходного состояния, запущенности. Могут варьировать, может варьировать время применения. Есть даже японская система похудения или похудания, которая базируется на этих трех грибочках. Это мейтаки, это трутовик и это шиитаки. Три грибочка, которые каждый имеет свои инструменты для восстановления метаболизма печени, поджелудочной железы и даже гормональной системы, если мы говорим о мейтаке. Так вот, мейтаке, помимо всего прочего, тоже снижает инсулинорезистентность, снижает уровень глюкозы в крови, как и трутовик. Трутовик содержит в своем составе горькие кислоты, которые улучшают жировой обмен в печени, да, то есть холестериновый обмен. И все в целом они применяются, ну, женщинам, допустим, у нас пьют очень многие, которые хотят, допустим, перед летом, да, немножко как-то после зимы накопленные пельмени там на бочках немножко растрясти. И три месяца, январь, февраль и март, пропивают вот этот комплекс, комплекс, который называется Ямакиро. Великолепные результаты, то есть если человек в целом, ну, зожник такой, да, то есть не запущены какие-то формы, вот, а если человек, ну, чуть-чуть где-то там расслабился, чуть-чуть где-то после новогодних праздничков набрал, да, можно быстренько-быстренько навести порядок. Грибочки здесь в помощь, то есть они работают просто великолепно, а если их употреблять вот со всеми теми травами, которые мы здесь указали, то эффекты будут очень хорошие. При том, что у грибов и растений абсолютно не пересекающиеся метаболические схемы воздействия на наш организм. То есть они абсолютно не конкурируют друг с другом и имеют разные подходы и через разные механизмы влияют на одни и те же процессы. Поэтому взаимное дополнение травяной и грибной терапии это великолепная вещь. Вот. Ну, я думаю, хватит. Что касается растений, помощников, целый арсенал у вас. Мы дозировочки вам дадим, мы дадим вам, как всегда, пропись, что где взять, какие фирмы там производят. Некоторые из того, что я перечислила, ну, очень редкие штуки, то есть их вообще там днем с огнем. Но мы найдем, мы вам порекомендуем. Вот. Ну и в добрый путь. Используйте природные помощники, потому что они потихоньку-потихоньку начнут наводить порядок в вашем теле. На всякий случай, кто в первый раз смотрит мое видео, я повторю то, что говорю всегда. Не ждите от растений быстрых эффектов. Это не недельный прием, и вот я похудела на 3 килограмма. Иногда у самых эффективных компонентов первые изменения вы можете наблюдать через 6 месяцев. Но это не симптоматическое какое-то изменение, не сиюминутное сжигание чего-то, а потом набор, да. То есть мы говорим всегда о долгой перспективе. То есть вам не просто надо на год постройнее, да, или за год, или за месяц, или за два. А вам нужно в этой форме сохранить свой организм. А для этого требуется глубокий ремонт вот этих метаболических искаженных путей. И дайте растениям время сделать эту работу. Не отворачивайтесь вот через месяц, когда вам ничего не помогло. Продолжайте, наберитесь терпения. Там у кого-то быстрее пойдет, у кого-то медленнее. Но в любом случае мы говорим всегда о пищевых компонентах, не о лекарствах, не о каких-то сильнодействующих веществах, тем более не о симптоматических. Поэтому здесь нужно набраться терпения. Но надо понимать, что применение всех этих продуктов, даже в больших дозировках, абсолютно безопасно. Потому что они попросту являются едой. Даже не БАДами, понимаете, не биологически активными уществами, а пищей. Есть отдельная формулировка, саплименты. Их сейчас называют саплименты или дополнение к пище. Это не биологически активные добавки даже. То есть там нет биологически активных веществ. Там есть просто пищевые вещества, которых у нас может очень катастрофически не хватать. А мы идем дальше. Мы идем дальше. И дальше у нас небольшие рекомендации по устранению дефицита серотонина. Мы с вами говорили, что серотониновая теория ожирения, она имеет место быть. То есть для колоссального количества людей депрессивные состояния или перенесенный стресс, перенесенные какие-то потери, увольнения, лишения, еще что-то приводит к набору веса. Ну, мы это очень часто слышим, да, что вот у меня тут был развод, или у меня тут уволили с работы, или вот у меня тут умер близкий человек, я еле-еле оправилась, но вот набрала 30 килограмм, никак не могу их уже никуда деть вот с того времени, да. То есть в ответ на стресс, любой стресс, любое лишение – это что? Это что? Формирование страха за будущее. Мы с вами это говорили, да. Ну и когда истощаются запасы серотонина, то, естественно, серотонин, помните, да, он вызывает ощущение уверенности, спокойствия, такое вот очень приятное состояние, не эйфории, не радости, а вот именно такое спокойное состояние. Так вот, есть великолепный препарат, предшественник серотонина, самый близкий. Мы с вами говорили про аминокислоту трептофан. Трептофан – это аминокислота, которая является субстратом для получения колоссального количества всяких гормонов в нашем теле, гормонов, веществ. Так вот, для того, чтобы поступаемый трептофан превратился именно в серотонин, ну, это никак не предугадаешь. То есть можно порекомендовать, конечно, попить трептофанчика, но совершенно не факт, что этот трептофан превратится в серотонин, потому что трептофан может туда-сюда, то есть там около 10 метаболических путей, по которым трептофан может превратиться во что-то другое. А нам нужен именно серотонин. Более близкий компонент, который получается из трептофана путем нескольких химических реакций внутри тела – это 5-гидрокситрептофан или сокращенно 5-HTP. Очень популярный такой, как его, он входит в составы различных смесей, там, допустим, хорошее настроение, там, там, good mood, да, отличная добавка такая, то там много компонентная она, но в том числе 5-HTP. Есть отдельно 5-HTP, но я не люблю отдельный 5-гидрокситрептофан. Все-таки, когда он рядышком с травяными экстрактами, с другими компонентами, он действует более комплексно, поэтому мы предложим вам комплексные схемы и хорошие, хорошие сапплименты. Так вот, 5-гидрокситрептофан будет, как это ни удивительно, с уровня земля влиять на уровень огонь. То есть он будет влиять человеческое самовосприятие. Мы с вами говорили, да, что есть порочный круг у людей тучных, у людей с ожирением, непринятие себя, самоосуждение, там, самобичевание, да, если человек вот там где-то наелся, перебрал калории, опять наелся, опять съел сладенького, не удержался, да, то есть там целая цепочка какого-то еды и чувства вины последующего, как следствие депрессии, как следствие снижения самооценки и самоуважения. Но об этом мы хорошенько поговорим на уровне огонь, потому что работа у людей с ожирением, с лишним весом на уровне огонь, там, ух, сколько интересного, сколько всего можно накопать. И на моих глазах происходили буквально чудеса. То есть люди находили программы, на которых у них пошел набор веса или стрессовые события, перерабатывали их, да, по технологии тройчатки, и буквально там в течение нескольких месяцев, даже без изменений в диете, без каких-то дополнительных там нововведений, просто вес начинал восстанавливаться до какой-то биологической нормы. Но об этом чуть-чуть попозже. Но 5-гидрокситриптофан создаст идеальные условия для хорошей, качественной работы на уровне огонь. Поэтому уровень земля никто не отменял. Поэтому 5-гидрокситриптофанчик в совокупности там с другими хорошими штучками, это тоже хороший шаг к красивому себе, к стройному себе. Итак, суммируя все вышесказанное, сказанных было очень много, можно выделить все-таки 4 краеугольных камня, на которых зиждется построенение. Первое. Это постепенное мягкое замещение в еде. То есть мы потихонечку переходим на более полезную пищу, обогащенную клетчаткой, и начинаем употреблять, восполняем дефициты макро-микроэлементов, пьем специфические микроэлементы, которые восстанавливают биохимию, и вот эти вот высоко вязкие составы. Второе. То есть, ну, что касается того, что мы в рот кладем. А затем адекватное употребление белка. 2 грамма на килограмм веса в день. То есть это минимальное количество белка, которое необходимо, опять же, для того, чтобы система работала более адекватно. Третье. Мы говорили с вами, да, перед каждым приемом пищи употребление двух стаканов теплой воды или какого-то травяного чая за 30-40 минут до еды. И я рассказывала, зачем это нужно. Ну и, естественно, все это бессмысленно, без увеличения количества физической активности. Помните, мы с вами говорили, да, что без физической активности употребление вот всего, вот этих всех растений, добавок, в принципе, не так эффективно. Как и просто увеличение физических нагрузок без употребления этих добавок тоже зачастую не дает никакого результата. Поэтому нам нужно соединить одно и другое. С одной стороны употребляем внутрь, с другой стороны активно живем. Итак, мы рассмотрели с вами уровень Земля и получили в распоряжении целый список природных помощников, которые влияют на те или иные звенья поломанной системы и будем потихонечку их восстанавливать. Информация бесценная, то есть, пожалуйста, не пожалейте времени, зайдите в интернет про каждое растение, про каждый грибочек, почитайте. Когда мы будем все это употреблять с знанием дела, нам будет гораздо проще понимать, как это работает внутри нас, и оно будет работать эффективнее. А мы сейчас переходим с вами к следующему разделу, к уровню вода, который для решения проблемы ожирения он очень особенный. Итак, поехали!